КПРФ, уважаемые коллеги, не раз давала политические оценки существующей в России политической системы вообще, избирательной системы в частности. Мы не раз говорили о ее чудовищных перекосах, о чудовищных перекосах этой системы. В ходе выборов разного уровня, это мы тоже часто подчеркивали, не только фальсифицируются, переписываются цифровые данные, полученные теми или иными партиями или теми или иными кандидатами. Чудовищная ситуация состоит в том, что фальсифицируется сам избирательный процесс как таковой с самого начала. Посудите сами, если на выборах глав регионов пять наших товарищей вообще не допускаются до участия в этих выборах, это что, это избирательная процедура? Очень удобно выигрывать на выборах губернаторов, когда твои основные оппоненты в этих выборах не участвуют вообще. Очень удобно, как бы выигрывать выборы, когда дебатов полноценных нет, и ты своему оппоненту в глаза, а перед многомиллионной аудиторией не можешь сказать ему или спросить его, на каком основании ты голосовал за пенсионную реформу. Это очень удобно побеждать, когда кандидаты партии власти не сходят с телевизионных экранов с утра до вечера, а их оппоненты не появляются там совсем. Это очень удобно, как бы выигрывать выборы, когда оппонентов твоих просто снимают с дистанции, и самая скандальная ситуация этих выборов, это, конечно, исключение из списков КПРФ Павла Николаевича Грудинина, что нарушило его избирательные права, наши избирательные права как политическая партия, и права избирателей, как минимум тех девяти миллионов человек, которые за него проголосовали. Но если учесть, что голосовать против кандидата это тоже право граждан, то вы нарушили право всех избирателей, кто хотел бы поддержать его или высказаться против него. Вот все это, вот все это существовало и на прошлых выборах. И власть сама формирует под себя избирательную систему. Но даже с такой избирательной системой они понимали, что эти выборы не выигрывают. Они начали опять корреживать избирательную систему на дальних подступах к началу самих выборов. Поэтому мы получили трехдневное голосование с ночным подведением итогов. Поэтому получили пресловутое дистанционно-электронное голосование в ключевых регионах. Москва и Нижегородская область это крупные регионы и с большой электоральной емкостью. И поэтому мы столкнулись на этих выборах с очередным этапом фальсификации демократических процедур как таковых. Единая Россия окончательно перестала быть партией на этих выборах. До этого можно было считать, что это политическая партия, но с большим уровнем поддержки всех структур власти, особенно исполнительной. На сегодняшний день стало ясно, что такой партии в России нет вообще. Существует некая корпорация властная и когда нужно она одевается в камуфляж политической партии для того, чтобы завоевать некое количество мест для своих господ в Государственной Думе. И символом этой операции стало то, что возглавляли список партий министры, а не активные депутаты и неофициальные лидеры этой партии. Кроме того, была проведена спецоперация, операция прикрытия, когда в головную часть списка Единой России были поставлены люди, не имеющие отношения к практически повседневной работе этой партии, уполномоченные по правам ребенка, врачи с коммунарки, ну какое они отношение к повседневной жизни имели к этой партии. Ну и очень важно зафиксировать тот факт, что Единая Россия проявила себя на этих выборах как абсолютно безответственная политическая сила. Полгода они всем рассказывали про то, что проводится праймерис. Потом они провели съезд и выдвинули людей кандидатами в депутаты. А затем оказалось, что праймерис проводился, съезд проводился, кандидаты выдвигались непонятно под какую программу. Программа была обнародована всего за несколько недель до голосования. Для нашей большой страны это вообще говоря большая беда, когда развитие нужно проектировать, масштабировать, планировать. И вдруг оказывается, что партия та, которая называет себя то партией власти, то партией парламентского большинства, либо не знает, куда вести Россию, поэтому так долго мучится со своей предвыборной программой, либо знает, но скрывает. И предвыборный ее документ это камуфляж неких истинных целей. Но результат-то будет одним и тем же. Будет обеспечена деградация страны, всех ее систем. Будет обеспечена утрата России конкурентноспособности в нашем сложном мире. Будет происходить утрата перспективы для нашей страны. И все это будет в финале иметь самые разрушительные последствия. Вот запрограммированная деградация это самая главная антинациональная политика, которая проводится сегодня. Поэтому Геннадий Андреевич не случайно говорит о том, что Единая Россия в полшаге от того, чтобы превратиться в полноценного иноагента, который работает против интересов России и против ее будущего. Вообще говоря, круг замыкается. Российская демократия начиналась с танковых орудий. И сейчас Единая Россия начинает вести себя как танк, как бульдозер, который в ряде регионов, в ряде мест, в ряде случаев не втайне фальсифицировал результаты выборов, а делал это демонстративно, а чтобы показать свою силу, но мы же знаем, исторический опыт это показывает, что такого рода сила означает ничего иное, как слабость, неспособность выигрывать по правилам, неспособность выигрывать с соблюдением демократических процедур. Главная фальсификация этих выборов это дистанционное голосование, и к тому же попытка всех удивить, как это клево, как это классно, как это модно, как это перспективно, как это молодежно, как это современно, дескать, мы живем в 21 веке. Да, мы против дистанционного голосования. Вчера на сей счет у всех нас, всем нам задавали этот вопрос. Почему? Ну это же очевидно почему, потому что при сохранении дистанционного голосования выборы в России не сохраняются. Выборов просто не будет. Дистанционное голосование, это значит перечеркивание Конституции в той части, что у нас власть формируется через выборы. Поэтому мы, конечно, против. Мы против этих процедур, потому что вы убираете из избирательного процесса партии, потому что наблюдать за цифровым голосованием невозможно. Зачем тогда направлять наблюдателей, возникает вопрос. Вы удаляете избиркомы из избирательного процесса, потому что избиркомы не могут контролировать работу администраторов и разработчиков этих систем. Вы избирателя убираете из избирательной системы, потому что когда твой голос попал в электронную систему, с ним может происходить все, что угодно. Если ты проголосовал бюллетенем, даже самую нечистоплотную комиссию при определенных условиях можно заставить пересчитать голоса. А как вы пересчитаете электронное голосование? Да никак. Партию убрали, кандидатов убрали, избиркомы убрали, избиратели убрали из избирательной системы. Где выборы? Какое цифровое дистанционное голосование, о чем вы говорите? Один небольшой ролик я прошу сейчас показать. Очень характерный, на мой взгляд, вообще символизирующий то, на каком этапе политического развития сегодня Российская Федерация находится. Эти события, ролик короткий, происходят на участке в Санкт-Петербурге. Пожалуйста. Сейчас заведем внимание на экран. Покомментирую. Вот смотрите, это период, когда работа участковой комиссии в течение трех дней закончилась. Комиссия должна перейти к подсчету итогов голосования. Вы видите на своих экранах, на мониторе, урну. И вот теперь смотрите, смотрите. Это председатель комиссии, несколько членов избирательной комиссии. Подходят к урне и начинают ее вскрывать, взламывать фактически. Полицейские пытаются защитить эту урну от взлома. Тем не менее, председатель комиссии достает бюллетени и разбрасывает их. Понимаете, что происходит? Вместо того, чтобы начать процедуру подсчета результатов голосования, человек делает все для того, чтобы результат голосования на участке не был признан. Почему? Потому что он уже знает, что на этом участке не будет того результата, который Единая Россия, а точнее партия власти, заставляла его получить заведомо. Вот, ну да, вы заставили человека пойти на совершенно сумасшедшие безумные действия. Но от этого он не перестал жить в нашей стране. Если вы заставили его, не зная на что... Можно фантазировать, можно думать о том, детей, детям угрожали, кому-то еще угрожали. Но этот человек за свой позор, а ведь это увидела вся страна, за то, что его под камеру заставили это сделать, он власти это никогда не простит. И настанет критический момент, когда критическое количество таких людей, желающих отомстить за свой позор власти, может привести к самым непредсказуемым последствиям. Вы понимаете, что вы делаете, господа из Единой России? Я в этой связи хочу искренне, мы сегодня собирались, Геннадий Андреевич проводил сегодня раннюю планерку, мы хотим искренне поблагодарить тех членов избирательных комиссий, которые вопреки всему, вопреки давлению, честно занимались подсчетом голосов и подводили истинные, а не сфальсифицированные результаты голосования. Ну и буквально еще несколько соображений. Эти выборы стали выборами, когда антикоммунизм, антисоветизм потерпел полный провал. Когда Владимир Вольфович Жириновский огляделся по сторонам и увидел, что все топчутся на левой повестке, что КПРФ набирает авторитет, что под КПРФ создали кучу партий и клонов, что Единая Россия стала заползать на социальную повестку дня, на левую повестку, что Единая Россия стала хвалить Сталина, он понял, что ниша антикоммунизма освободилась, и он решил, что здесь, наверное, что-то можно получить. Антикоммунистов нет, все левые. И решил собрать все голоса антикоммунистов. И что получилось в итоге? В итоге он просил очень серьезно. Антикоммунизм России и сжила. И у нас есть основания в новом созыве Государственной Думы, еще решительнее, чем раньше, настаивать на том, чтобы русофобская антисоветская истерия была прекращена, чтобы рассадники этой политики, такие как Ельцин-центры, прекратили свою деятельность, были перепрофилированы и так далее. Мы будем всего этого требовать на первых заседаниях Государственной Думы, начиная с изменения избирательной системы России и с наказания тех, кто занимался фальсификациями в ходе выборов. План действий у нас готов. Мы проведем в ближайшие дни президент Центрального комитета, мы проведем совет со всеми региональными отделениями в режиме видеоконференции, мы проведем советливо патриотических сил, мы готовы к проведению всероссийской акции протеста. И мы, конечно, продолжаем бороться за результат на всех участках, где подсчет продолжается.